МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 20.00 в Украине вы пили подробности о главных сегодняшних событиях, расскажут мои коллеги в суде Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Драка, стрельба и поджог. Одесса. Весна на Заречная улице. Турбомеханический жанр. Кого и за что российские спецслужбы обвиняют в шпионаже? Наезд на Live News. Что следственный комитет искал в офисе кремлевского рупора и нашел ли? Киев без прокурора. Почему уволен Юлдашев и кто займет его место? Хотите? Уходите. Во всем разберется генпрокуратура. Совет фракции Блока Петра Порошенко рассмотрел заявление четырех нардепов, пожелавших покинуть фракцию и принял решение. Как эта ситуация повлияет на коалицию? Подробнее Екатерина Лысенко. Четыре днепропетровских нардепа из Блока Порошенко вчера громко заявили. Из фракции они хотят уйти. Это Виталий Куприй, Андрей Денисенко, Александр Дубинин и Валентин Дидыч. О выходе они сказали после заявления главы СБУ о том, что некоторых подозревают в поддержке организованных преступных группировок. Валорганизация СИЧ в Днепропетровске, основатель которой нардеп Денисенко причастен к захвату Укрнафты. И боец этой же организации имеет отношение к убийству одного из сотрудников СБУ под Волновахой. Денисенко этого и не отрицает. Один из бейцов-добровольцев, людина, яка принадлежна до группы, я бы сказал так, до громадского формирования, до громадского формирования СИЧ, Денис Гордеев из стабильной зброи автомата через сутки застрелил в співробітника СБУ. Уходите! Это решение Совета фракции Блока Петра Порошенко. И вместе с тем нардепы просят ГПУ, как можно скорее разобраться и в этом, и в других делах. Абсолютно неприпустимо, когда народные депутаты покрывают злочин. Я имею на увазе убийство працівника СБУ. Повинна бути реакция правоохоронных органов. Если ГПН внесет подание, и на это будут подставки, внесет подание на звільнение от недоторпенности, то я считаю, что наша фракция это поддерживает. Выход четверки уже таких самых близких депутатов Коломойского СБП это скорее политический жест и даже жест отчаяния, а не продуманная политическая тактика, тем более политическая стратегия. Политической стратегии сегодня у Коломойского фактически нет. В Украине очень много насправді мифов. Один из этих мифов это миф про Игоря Коломойского, про его заслуги в обороне Дніпропетровской области, всей Украины від російського грязи, так само и стосовно депутатів. Тобто зараз ми насправді реально знаємо, скільки депутатів в тій чи іншій мірі є залежні від Ігоря Коломойского. Несмотря на то, что сейчас в парламенті непленарная неделя, здесь сегодня день визитов. И глава «Нафтогаза», и Марльвова, и депутаты идут один за другим. Нардепи собирають подписи і просят в неочереднє засідання. Парламент не має бути залишати осторо, не має на увазі ситуацію з «Укрнафтою», «Укртранснафтою». Ідея така, щоб за ці два тижні зібралося позаджеркове засідання Верховної Ради. На цьому позаджерковому засіданні були заслухані всі причетні особи. Будет ли парламент засідати внепланово, депутаты не уверені. Зато уверені в другому, що вихід чотирьох з коаліції нікак не отразиться на роботі самої коаліції. Двоє-троє депутатів, які вийшли, не становлять загрозою. Це не є катастрофічно для коаліції. Формально коаліція налічує майже 300 голосів. Цих чотири не є принциповими з точки зору роботи коаліції. Те, що олігархи мають, скажімо так, працювати і жити по закону, те, що держава має контролювати свої підприємства, це очевидно для всіх речі. Не може в державі нормальні бути привілийованих осіб. І тому, якщо депутати якісь кроки будуть робити в суперечій позиції, то тут дійсно вийшли питання до цих депутатів. Виход із фракції чотирьох нардепів, некоторые парламентарії також зв'язують з прийнятим на прошлій неділя законом об акціонерних обществах, который позволит государству вернуть контроль над Укрнафтой. Некатерина Лысинка, Ольга Теребінська, Валентин Белич, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. В здании Укрнафта нет ни вооружённых людей, ни огнестрельного оружия. В этом нас заверили сотрудники компании. Пришлось поверить на слово, поскольку внутрь не пустили. Как Укрнафта отреагировала на требования президента и кто, как и от кого охраняет офіс этой компании, подробні Ірина Романова. После распоряжения президента немедленно разоружить охрану госкомпании Укрнафта, накануне поздно вечером на сайте предприятия появляется сообщение вооружённых людей в здании нет, огнестрельного оружия тоже. Напомню, в воскресенье ближе к вечеру на породе Укрнафты возникли люди в камуфляже, масках, бронежилетах и с автоматами. Подъехал бронированный КРАС. На вопрос нардепа Сергея Лещенко, кого представляют бойцы, те ответили. Позже замглавы правления Укрнафты поправит. Это не батальон теробороны Днепропетровска, а охранная фирма. Пенсионер Александр Сергеевич наблюдал за происходящим из окна собственной квартиры, как раз напротив Укрнафты. Стояли вооружённые с автоматами, 100%, масках, касках. Это же не может быть, что не свалились, где милиция была, почему нельзя было остановить. Министр внутренних дел отреагировал на события возле Укрнафты на следующий день. В соцсетях дал задание всем частным охранным фирмам в Украине за 24 часа убрать из общественных мест сотрудников с оружием. Сегодня утром мы отправились на предприятие проверить, как выполнили распоряжение президента и главы МВД. Бронированный КРАС за воротами исчез. На улице только охранник Департамента безопасности компании. Внутрь не пускает. Почему? Вам стала задача никого не пускать, да? Только работники Укрнафты. У нас в Укрнафте охрана не озброенная, никогда не была озброенной. Из здания выходит курьер. Все как обычно, только сетку поставили. А, ну то есть каких-то вооружённых людей внутри нет? Нет. А в МВД отчитываются. По заявлению нардепа Мустафы Наемов провели расследование и выяснили. Ни одного бойца подразделения МВД Днепр-1 в этом месте не было. Там находилась охранная компания Secure IT. Были допрошены все работники компании, которые там участвовали в этом инциденте. Некоторые нарушения в работе этой компании нам видятся такими, чтобы применить санкции. А какие именно самые? Отзыв лицензии охраны. Что касается остальных охранных фирм, которые должны были за сутки убрать в общественных местах своих сотрудников с оружием, то они, заверил Арсен Аваков, за небольшим исключением пошли навстречу. Сегодня приватные охранные компании не имеют права здействовать свою деятельность с волнепальной оружием. Это факт. Необходимый закон, который позволял бы им владеть оружием, не существует в Украине. И уже на ближайшем заседании Кабмина, говорит Аваков, будут поднимать вопрос о передаче всех стратегических госпредприятий в госслужбе охраны МВД. А еще, заверил министр, примут жесткие решения, чтобы охранные агентства не превратились в маленькие частные армии. Ближайшее заседание правительства состоится завтра. Ирина Романова, Алексей Шматов, подробности, Телеканал Интерн. Была ли кража? Нардепы от разных фракций требуют создать временную следственную комиссию, чтобы проверить обвинения в хищении 7,5 миллиардов гривен в адрес правительства Яценюка, которые прозвучали от отстраненного главы Госфининспекции Николая Гордиенко. Об этом рассказал нардеп Юрий Елевченко. По его словам, состав комиссии уже определили, теперь требует у спикера радость озвать внеочередное заседание уже в эту пятницу. Возвращение на кричущие факты, которые были выставлены, потому что мы говорим о раскладывании на более 7,5 миллиардов гривен в тот момент, когда правительство говорит, что не хватает 3,5 миллиарда на пенсии пенсионерам и сокращает все возможные социальные пильги, выдатки и заморожает минимальные пенсии заплаты, они под контролем Киева, но не получают ни копейки денег. Хотя саму Волноваху террористам не удалось взять под свой контроль, в правительстве отнесли весь Волновахский район к временно оккупированным территориям. Как так получилось и как там выживают люди? Александр Пантелеймонов из Донецкой области. О возмущении у жителей Волновахи нет предела. В правительстве их район сошли временно оккупированным и в соответствии с одним из последних постановлений на Волновахский район в марте из госбюджета не выделили ни копейки. Вот они объяснили, сказали, что посоединили те районы, которые находятся под ДНР. Вот и посчитали, что мы теперь ДНР. И я не знаю, кем там нас считают, но, короче, денег не дают. Наш город это Украины. Несколько месяцев назад к Волновахскому району присоединили освобожденные от террористов в части Тельминовского и Новоазовского районов. А значит, жители в прифронтовых поселках вполне могли бы получать пенсии и пособия. Но вышло все наоборот. По одному постановлению Кабмина присоединенные районы якобы до сих пор не подконтрольны Киеву. Второе лишило денежной поддержки из бюджета уже саму Волноваху. Теперь по постановлению 68-му, значит, если какая-то из территории, один хотя бы сельский совет на предконтрольной украинской державе, то весь Волнованский район сегодня, который самый большой район в Украине, насчитывает на своей территории 45 местных советов, он сегодня не получает никаких выплат из державного бюджета. Пятого числа мы получили реестр с департаменту Финзакладу с нулевой суммой. Это говорит о том, что мы полностью не профинансированы. Первыми не выдержали матери-одиночки. Прожить без пособий, говорят, практически невозможно. Коммуналки, неплочный садик, неплочный в школах вдох не кормят. Холодильник пустой, детям нечего есть. Сейчас надежда только на волонтеров и военных. Именно они и только они помогают. Раздают продукты и вещи первой необходимости. Но на всех не хватает. Вы сейчас видите, сколько там народа. И это с учетом того, что уже около 200 человек мы обслужили. То есть каждый день, получается, мы около 100 человек обслуживаем. Вот, нагрузка колоссальная. В райадминистрации тоже недоумевают. Говорят, обращались во все инстанции. Сначала в обл. администрацию, потом в правительство. Но слышать тех, кто сейчас живет на форпосте нашей обороны, там пока не хотят. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. Станислав Кухарчук сегодня работает в районе Донецкого аэропорта. Он с нами на связи. Стас, здравствуй. Расскажи, что происходит на этом участке. Здравствуй, Наташ. Действительно, направление Донецкого аэропорта остается одним из самых горячих. По-прежнему, одним из самых горячих на карте АТО. Сегодня нам удалось побывать на позициях наших военных всего в километре от нового терминала. Из-за частых обстрелов добираться туда пришлось на броне. Боевики ежедневно утюжат укрепление украинской армии. Это подразделение, в котором мы сегодня побывали, только за вчерашний день. Один погибший и трое раненых. Прямое попадание танка. Прицельно, прямой наводкой. За останнюю дубу было 25 обстреливок. В 9,5 годин. По данным наших военных, пользуясь режимом перемирия, боевики накапливают силы. В последнее время стали пытаться малыми группами подходить вплотную к позициям украинской армии и атаковать их. Вот тут прям за вот этим бугром железно. И все, и дальше сепары. И тут выйдут сюда на 5 метров стрелять начать. Ну вот и примеров мужества и патриотизма на передовой не занимать. Сегодня нам удалось познакомиться просто с уникальным человеком. Его позывной Батоне Андрон. После абхазского конфликта он переехал в Украину. Когда война началась здесь, в возрасте 53-х лет, мужчина добровольцем пошел защищать, как он говорит, свою вторую родину. Я не хочу, чтобы такое не повторилось в Киеве еще где-то. Поэтому я пришел, чтобы их остановить здесь. Чтобы дальше эта зараза не распространялась. Подразделение, в котором служит Батона Андрон, уже третий месяц находится на передовой. Ребята устали, ждут ротации и очень скучают по дому. Хочу передать привет коханям и дружине Танюшке, сыночке, Вове, маме. Сказать, что у нас все добре. Не хвилюйтесь. Скоро до дома все будет гаразд. Ну и к этому сейчас у меня пока вся информация, Наташа. Спасибо, Стас Станислав Кухарчук о передвижениях боевиков в районе Донецкого аэропорта. В Луганской области террористы сосредотачивают артиллерию и пристреливаются к украинским позициям. Наши военные готовятся к обороне, а в села на линии разграничения возвращаются люди. О жизни в районе Бахмутской трассы Ярослав Кречко. Людмила показывает фотографию дочери. Уже месяц, как ее нет. Село Орехово как раз на линии разграничения. Во время затишки сюда понемногу возвращаются люди. И даже дети играют футбол, хотя и не так, как раньше. Восемь человек соберется, максимум все. У наших военных посреди окопов тоже футбольный мяч. Правда, заняты они другим, готовятся к обороне. Это укрытие военные называют открытая щель. Это от таких кратковременных обстрелов, от разрыва гранат, подствольников. Некоторое время боец здесь может пересидеть, а потом выскочить и продолжить бой. Бои в районе Бахмутской трассы сейчас утихли, хотя градовские снаряды долетают до украинских позиций. Военные говорят, боевики пристреливаются. Это не касета, как обычно, по 10, по 20, по 40. Иду и идут такие, что одиночные выстрелы. Но даже по одиночным выстрелам понятно. Боевики артиллерию не отвели. Вот за теми терриконами наши военные наблюдают. Танки подтягивают, бачим, ну, сдалека спостерігаем, что працюет их тяжкая артиллерия, но не в нашу сторону, туда в сторону Донецкой области. Боевики, то все, как мы знаем, что они говорили, то все идут с Россией. Потому что не может такой маленький кусок мать свои заводы, чтобы в отелях те же сами грани. Террористы не только накапливают вооружение. Здесь работают их ДРГ. На прошлой неделе на растяжке подорвались двое наших военных. Ребята уверены, что их теперь укрепленные позиции даже при поддержке артиллерии боевики отбить не смогут и родных просят не переживать. Ярослав Кричко, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. Искать пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе призывает коллег-нардеп от оппозиционного блока Михаил Попеев. Жизнь в оккупации. Мы каждый день созваниваемся с жителями Донецка и Луганска. Давайте послушаем, что они рассказали сегодня. Тяжело без работы, пенсии, соцвыплат нет. Цены очень высокие в магазинах. Но солнышко вышло, погода хорошая. Есть внучка, есть ради кого жить, продолжать жить. И надеяться на лучшее. Вчера у нас погибла девочка маленькая, около 10 лет в Петровском районе. Между украинскими и ДНРовскими частями военными приблизительно около 20 каких-то неопознанных отрядов, которые терроризируют жителей мирных селений. Кому одни не относятся, как они работают, кто они такие, непонятно. В городе все идет своим, налаживается понемногу, но цены особо не радуют. И зарплату тоже не платят пока. Ну, обещают. Ну, в принципе, жизнь устраивает. На полках супермаркета все больше и больше российских продуктов. Начали принимать рубли. Я вчера был в детском магазине. Женщина при мне за рубли купила ребенку курточку. Указ о праздновании 70-й годовщины Дня Победы подписал президент Украины. Теперь, кроме 9 мая, в календаре появилась новая дата День памяти и примирения. Его будут отмечать, как во всей Европе, 8 мая. Но выходным этот день, в отличие от Дня Победы, не будет. Редакцию рупора Кремля телеканал Live News обыскали. Так Следственный комитет отреагировал на жалобу правозащитной организации сопротивления, которая обвинила сайт канала в публикации сюжета о двух преступлениях против несовершеннолетних. На канале оправдывается, мол, в сюжете изменили имена подростков, к тому же не показывали их лица. Следователи обещают разобраться в законности ролика. И сегодня у Live News изъяли документы и серверы. Турбомеханический шпионский скандал или новые жанры обвинения в шпионаже от российских силовиков. Об этом подробнее. Данил Русаков. Он в Москве. Шпионские разоблачения продолжаются стахановскими темпами. Под прицелом опять граждане Украины. На этот раз силовики арестовали человека, который, как сообщается, собирал научно-техническую информацию о деятельности промышленных предприятий. За сухими формулировками трубопромышленное производство. Якобы потенциальный шпион искал сведения о технической документации и технологической составляющей. С каких пор такие данные считаются секретными и каким образом рецепт сварки труб может навредить национальным интересам Родины, неизвестно. В ответ по традиции гулкая тишина. Но те, кто мужчину задерживали, уверены, что разглашение этой информации могло нанести ущерб на сотни миллионов рублей. Силовые структуры Российской Федерации сейчас решают главную задачу. Окончательно разоблачить киевских нацистов и представить Украину главным исчадьем ада. Мне кажется, что большая часть личного состава правоохранительных органов России брошена на борьбу с Украиной и украинцами во всех проявлениях. Имя и фамилия задержанного неизвестны, где он находится сейчас тоже. Но по всей вероятности, если дело чрезвычайно важно, его наверняка передадут в главка. А самого гражданина Украины тогда переведут в следственный изолятор Лефортова. В новейшей истории российско-украинских взаимоотношений это СИЗО и вправду стало культовым. Именно там содержали мать семерых детей Звязьму, Светлану Давыдову, украинский режиссер Олег Сенцов тоже в этих застенках. О человеке, который в легендарный изолятор пока только рискует отправиться, известно, что работал представителем Полтавского трубомеханического завода. И по сообщениям чекистов, при установлении контактов внимание, цитата, использовал методы конспирации. Вот так, ни много ни мало. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. На самом Полтавском турбомеханическом заводе о задержании в России якобы их представители ничего не ведают. Сегодня днем российские СМИ пытались выяснить, работает ли на этом предприятии человек по имени Сергей Скиртон, на что им ответили, что такого сотрудника в штате нет. Полтавский турбомеханический завод производит детали для паровых турбин, а также компрессорные установки. С 2003 года предприятие входит в состав концерна УкрРосметалл, который объединяет несколько предприятий Украины, России и Беларуси. Тем временем, американский блогер и политический активист Дэвид Свонсон заявил, что ему предлагали деньги за публикацию российской пропаганды. На него вышел человек, назвавшийся майором Алексеем Падалко, помощником военно-воздушного атташе посольства России в Вашингтоне. Он предложил блогеру за вознаграждение опубликовать под своим именем уже готовые статьи об Украине. Свонсон отказался, но в ответ предложил сделать материал об украинских проблемах с учетом российской точки зрения, а также взять интервью посла России в США Сергея Кисляка. Ответа он так и не получил. Прокурорские войны или сведение счета? В Киев сегодня остался без прокурора. С должности уволили Сергея Юлдашева. Подробнее об этой истории Елена Митясова. Прокурор Киева Сергей Юлдашев не устоял во время второй волны иллюстрации. Его генпрокуратура попросила сегодня освободить кабинет. То ли очередь подошла по закону, который, кстати, забраковала венецианская комиссия, то ли вынесено утром подозрение сыну заместителя генпрокурора Алексея Баганца Виталию Баганцу. Он в прошлом году занимал ту же должность, что до сегодняшнего дня Юлдашев. На сайте ведомства сообщается, что Баганец-младший содействовал процветанию горного бизнеса. Якобы крышевал около сотни горных салонов и подпольных казинов столицы. Сергей Юлдашев, как и Виталий Баганец, сегодня не нашел времени пообщаться с нами. А вот что сказал Алексей Баганец. Юлдашев и те люди, которые стоят за ним, они задними числами, если верить этому поведомлению пресс-службы прокуратуры города, подготовить такое поведомление про подозрение. Как можно было за день проведения следствия, подкреснюю, за один день забрать такую достатность доказательств. Это продолжается тиск на меня. Что мои сыны? Моих сыновей для них никакого значения нет. Главное, я говорю, объект, посягание, это я. В прокуратуре Киева дело Виталия Баганца не комментирует. Генпрокуратура сегодня перепоручила его расследование прокуратуре Полтавской области. Но уведомление о подозрении, как стало известно, Виталий Баганец ни от одного, ни от другого ведомства не получал. Напомню, прокуратура Киева дело против Виталия Баганца открыла после обращения некоторых нардепов. Мол, тот, находясь на должности начальника столичного управления надзора с марта по ноябрь прошлого года, давал указания подчиненным блокировать расследование уголовных производств по игорному бизнесу. Елена Митясова, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. Под иллюстрацию попали и активисты, точнее, чуть не попали. Их возмутило постановление Кабмин, они подали в суд и уже есть решение. Чью сторону приняли судьи и кто хочет избавиться от контроля общественных советов при органах центральной власти. Подробнее Анна Каменева. Весь сырбор начался с Минюста, говорит глава общественного совета при этом ведомстве Игорь Мариен. Мол, уж больно часто активисты критиковали деятельность и решение министра Павла Петренко. Когда он вернулся к нам с нашей точки зрения с неправомирным проханием, мы ему отмывали. Это было прохание о лояльности, что до деятельности Министерства юстиции, чтобы мы, как-то скажут, не надавали резкую оценку. Критику, видимо, министру воспринимать сложно. Прошлая неделя в Венеции. И вот как он отреагировал на вопрос моего коллеги Алексея Пшемыского, почему за три месяца закон иллюстрации не изменили, как того требовала венецианская комиссия. Вопросы и критику общественного совета министр слышать не желает, говорят активисты. Поэтому инициировал через Кабмин постановление прекратить вообще деятельность таких советов под видом того, что они не прошли люстрацию. Активисты недоумевают. Как так? Они ведь не чиновники. Суть закона Украины про очищение власти сводится к очищению от недобросовестных чиновников. То есть общественная организация и общественные деятели по определению не может быть чиновников. В данном случае Кабминет министров как минимум превышает свои полномочия. В европейских странах такого бы не произошло, говорит правозащитник. Там общественные советы независимы ни от кого. В некоторых городах Канады, к примеру, власть не может принять ни одно решение без обсуждения вопроса с общественностью. Почему у нас не так, мы хотели спросить лично у министра Петренко. Но наш запрос пока без ответа. Впрочем, общественники при Минюсте решили постановление постановлением, но в суд подать можно. На Кабмин и на Минюст. И даже уже выиграли два дела в окружном админсуде Киева. Он накануне отменил постановление Кабмина и признал бездействие Минюста. Пока длились суды, общественные советы полноценно контролировать власть не могли. Четыре месяца. Теперь, если, конечно, Кабмин не подаст апелляцию, обещают вернуться к делу и проверить все, что произошло за неконтролируемое время. Анна Каменева, Геннадий Никеенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Почему Книжицкого уже не ищет Интерпол и кого в эти минуты поминают на Майдане в Киеве? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Не выжил никто. Во Франции разбился самолет. Что произошло? Давай, вставай и вперед. Отличная игра в защите. Необычное заявление обычного Кемерона. Кто преемник? Откровенность на грани. О чем не боится говорить Анжелина Джоли. МИ-24. Вертолет армейской авиации сухопутных войск рухнул в Васильковском районе недалеко от Киева. Есть погибшие, травмированные. На месте события побывала Татьяна Авинникова. Сегодня недалеко от Киева, возле села Гребенки, произошла катастрофа военного вертолета МИ-24. Изначально плановый перелет совершали два вертолета. Но вот с одним пошло что-то не так. Он резко накренился, упал и тут же загорелся. Пилот вертолета погиб на месте. Другие два члена экипажа сейчас находятся в больнице. Больше подробностей военные пока что не сообщают. На месте трагедии работает комиссия Генштаба. Обещают о результатах расследования сообщить в самое ближайшее время. Татьяна Авинникова, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Ну а при крушении самолета во Франции не выжил никто. Аэробус немецкой авиакомпании Germanwings, который направлялся из Барселоны в Дюссельдорф, упал в Альпах на юге Франции. Германия, Испания и Франция скорбят. Этот рейс из Барселоны еще на табло в аэропорту Дюссельдорфа. Он должен был приземлиться в 11.55. Но к этому времени уже известна страшная новость. Самолет потерпел крушение. Восемь минут длилось падение. Контакт с самолетом, согласно информации из французских радаров, пропал в 10.53. На высоте 6 тысяч футов он потерял управление и рухнул. Родственники погибших собираются в аэропортах Барселоны и Дюссельдорфа. От них не отходят психологи. На борту находились 150 человек, 144 пассажира и 6 членов экипажа. Большинство немцы и испанцы. С каникул домой возвращались и 16 школьников с учителями. Там мой друг и его жена. Мы знакомы очень давно. На поиск тел и обломков аэробуса 320 тут же снарядили отряды спасателей. Самолет рухнул в труднодоступной местности в Альпах на высоте 2000 метров. Место трагедии покрыто снегом. Поисковые работы будут сложными. О причинах катастрофы пока никто не говорит. Но черные ящики уже нашли. Экипаж воздушного судна не подавал так называемого сигнала бедствия. Это наземные службы приняли решение признать самолет терпящим бедствия. Поскольку у служб контроля не было никаких контактов с экипажем и самолетом. Компании Germanwings сообщили. У командира экипажа 10-летний стаж. Генеральную проверку самолет проходил летом 2013-го. Хотя полетным стандартом был уже достаточно старым. Произведен 24 года назад. Это первая авиакатастрофа в почти 20-летней истории дочерней бюджетной компании Люфтганзе. Мы уже направили на место крушения немецких специалистов. И сделаем все возможное, чтобы самую полную информацию получали все соответствующие службы. Эта компания популярна среди немецких туристов, любящих отдыхать в Испании. В целом 110 направлений в пределах Европы, а также регулярные рейсы в Северную Африку и Израиль. Шок, потрясение, сочувствие. Ангела Меркель, король Филипп, Франсуа Алланд говорят. Это общая трагедия. Главы государств отменили все важные встречи. Немецкий канцлер и испанский премьер собираются завтра прибыть на место крушения. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Германия и Греция, реформы и деньги. Или наоборот, сначала деньги, потом реформы. Афины представят на рассмотрение Евротройки свой план преобразования. От него зависит, получат ли греки финпомощь от ЕС. О чем накануне говорила Меркель и молчал Ципрос. Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Что они говорили друг другу, расслышать было невозможно. Из-за щелчков затворов фотоаппаратов. Фотокоры ловили каждый жест, каждую улыбку Меркели Ципроса. А СМИ писали, от этой встречи зависит ни много ни мало. Будущее Греции, Евросоюза и единой валюты. Полтора часа переговоры за закрытыми дверями. Полчаса ответы на вопросы журналистов. А их было много. Правда ли, что уже 9 апреля у Греции закончатся деньги и страна не сможет выплачивать свои долги. Понравились ли Ангеле Меркель реформы, которые привез на одобрение Ципрос. И даст ли Евросоюз денег. Политики отвечали обтекаемо. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Германия не решает, насколько правильна и достаточна программа реформ. Это задача Евро-тройки. Наша общая цель – реализация структурных реформ. То, чего не сделали предыдущее правительство. Налоговая справедливость, борьба с коррупцией и уклонение от уплаты налогов. А еще журналисты отметили, что Ципрос сменил тон. Никаких упреков в адрес Германии. Скорее наоборот. Мы должны избавиться от стереотипов, возникших в последнее время. Греки не лентяи, так же, как и немцы, не виноваты во всех проблемах Греции. И мы должны много работать, чтобы сломать эти ужасные стереотипы. А как же огромные репарации за преступления нацистов, которых от Германии еще недавно требовало новое греческое правительство, уточнили журналисты. Деньги не главное, ответил Ципрос. Мол, это скорее вопрос морально-этический. Ничего платить не будем. Поспешила закрыть тему Меркель. Мы уже говорили, и я повторю еще раз. Для нас вопрос репараций исключен с политической и правовой точки зрения. Кроме Меркель, Ципрос встречался и с другими немецкими политиками, в том числе и с представителями партии «Левые». С ними греческому премьеру наверняка было намного легче найти общий язык. Уже на следующей неделе Греция официально представит свой план реформ. Они будут, а вот меры экономии, на которых настаивает Евросоюз, вряд ли. Кстати, журналисты подметили интересную деталь. В Берлине Ципрос остановился в роскошном отеле в самом центре города. Пребывание оплатило немецкое государство. Мол, сколько еще Германия будет платить за Грецию? Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Красной карты как и не было. «Интерпол» приостановил розыск нардепа Книжицкого. И теперь его уже не ищут. На сайте организации никаких данных по этому поводу. Хотя еще вчера красная карточка выглядела следующим образом. «Интерпол» объявил в розыск главу комитета по вопросам духовности и культуры по запросу полиции Камбоджи по подозрению в изнасиловании. Эта страна славится секс-туризмом. Для всех предлагают даже детей. Сам нардеп вчера весь день уверял, что дело сфабриковали. Выдвигал различные версии о том, кто это мог сделать и почему. Звучали обвинения в адрес российских спецслужб и в адрес бывшего владельца телеканала «ТВА» Коголовского, который в свою очередь ответил, что у Книжица Фалумания величия. И он ничего о его делах в Камбодже не ведает. И уже сегодня министр внутренних дел Украины признал, что запрос «Интерпола» был получен некоторое время назад. Нами подготовлено и было отправлено соответствующее нормативное обращение в штаб-квартиру «Интерпола» и непосредственно в Камбоджу. Пришла информация о том, что на час расследования этих странных широковатостей розыск прекращен. Если же розыск возобновят и вину нардепа за изнасилование докажут, по законам Камбоджи ему грозит 20 лет тюрьмы. В Украине за Книжицким тянется сомнительный шлейф. В частности, его называют одним из главных фикурантов скандала и по некоторым версиям рейдерского захвата телеканала «ТВА». Это история почти двухгодичной давности. Также имя Книжицкого звучало во время скандала вокруг концерна «РРТ». А еще нардепу приписывают давнюю дружбу с Севковичем, бывшего заместителя секретаря СНГО. Напомню, подозревают в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября. Ну и в эти минуты на Майдане незалежности в Киеве вспоминают Александра Музычко или Сашу Белого, активиста Евромайдана. Ровно год назад он погиб в Ривненской области. Что происходит сейчас в центре столицы, узнаем от Ольги Рыцаря. Она с нами на связи. Оля, что сейчас на Майдане? Здравствуй. Добрый вечер, Наталья. Да, здесь в центре Киева люди начали собираться еще с 7 вечера, чтобы почтить память Александра Музычко, более известного под псевдонимом Сашко Белый. Ну, в основном это представители правого сектора, а также просто друзья, его знакомые и активисты. В общем, собралось более 100 людей. Ну, а люди, представители правого сектора говорят, что могло собраться намного больше людей, просто большинство его друзей и знакомых сейчас в зоне АТО. Ну, а те, кто пришел на акцию, они отправили шествие на Аллею Небесной Сотни, там отправили панахиду, а также развесили огромный плакат Сашко Белый, Героя нации. И вот, что о нем вспоминали. Я с Сашком был первый чеченский. В войне он был, в справедии, командиром. И сейчас бы его очень не выстачало на фронте. Он на протяжении последних, там, больше, чем 20 лет боролся за независимую Украину самым разным способом. И был тут, следом правого сектора. То есть он сделал очень много для Украины. Александр Мазур погиб в результате огнестрельного ранения во время спецоперации возле Ровного. И в результате служебного расследования милиции сказали, что во время задержания милиционеры не нарушали закон. Александр Музычко погиб по своей вине. Ну, а сегодня же активисты и его друзья также требовали реальной версии гибели их друга Александра Музычко. Наталья. Спасибо, Оля. Ольга Рыцарь из центра украинской столицы, где сейчас проходит акция, где вспоминают Сашу Белого. Расстрелы в американских тюрьмах, творчество Гитлера и очередная операция Анжелины Джоли. Об этом и не только в нашем обзоре. Анжелина Джоли снова шокировала мир. Голливудская красавица удалила яичники и фаллопиевы трубы. Таким образом, актриса пытается уменьшить риск заболевания раком, к которому у нее наследственная предрасположенность. Операция была на прошлой неделе. Два года назад Джоли прошла двойную мастектомию по той же причине. Расстрелы возвращаются в американские тюрьмы. Из-за нехватки препаратов для убийственных инъекций в штате Юта разрешили смертную казнь в виде расстрела. По словам губернатора, это лишь запасной план на случай проблемы со смертельными уколами. Правозащитники осудили решение властей штата и назвали это шагом назад. Избежала смертной казни американка в штате Аризона. Женщина 22 года ожидала исполнения высшей меры наказания по обвинению в подстрекательстве к убийству своего 4-летнего сына. Суд пересмотрел дело и установил, что арестованная невиновна. Хорошее ощущение, прокомментировала она свое освобождение. Прокатился с шиком. Премьер-министр Австралии посетил частную вечеринку на ВИП-самолете военно-воздушных сил. В это воскресенье он побывал в Мельбурне на дне рождения Пола Маркса, миллионера и спонсора правящей партии. Пресс-секретарь премьера заявил, что на самом деле у Эббота были рабочие вопросы в Мельбурне. Какие именно, он не уточнил. Акварель кисти Гитлера уйдет с молотка. В Лос-Анджелесе выставили на торги полотно работы Адольфа Гитлера. На картине изображена ваза с цветами. Полотно написано в 1912 году. Тогда Гитлер еще жил в Вене и мечтал о карьере художника. Стартовая цена ваза с цветами – 30 тысяч долларов. В Южной Корее развелось Желтое море. Один раз в год и всего лишь на час в акватории образуется дорога между островами Чиндо и Модо. Тысячи туристов прошлись по уникальному пути, некоторые даже насобирали водоросли и моллюски. Массовая драка на футбольном поле. В Бразилии игроки Фламенко и Васко выбирали сильнейшего с помощью кулаков. Стычку спровоцировал запрещенный прием футболиста из Фламенко, что сорвало контратаку Васко. Обе команды поплатились за беспорядок. Судья удалил из каждой по два игрока. Мишель Платини в третий раз стал президентом УФА. На ближайшие четыре года решение приняли на очередном конгрессе Европейского футбольного союза в Вене. Как и в прошлый раз у француза конкурентов не было. Его кандидатуру продержали единогласно. Сформирован и новый состав исполкома УФА. Впервые за 60 лет там не будет представителя России. Зато представитель Украины, почетный президент Федерации футбола Григорий Суркис, снова избран в исполком УФА. С мая 2013 он занимает пост вице-президента Европейского футбольного союза. А в состав исполкома входит с 2004 года. Вопрос журналиста застал премьера Кемерона врасплох, а его ответ теперь среди топ-новостей британских СМИ о том, как Кемерон распиарил себя в предвыборной гонке. Оксана Кундеренко из Лондона. При город Лондона типичный семейный досуг. Дети играют в футбол, а родители за них болеют. Давай, вставай и вперед! Отличная игра в защите! Да, вам не показалось. Это премьер Дэвид Кемерон. По пенькам не прыгает, но всячески показывает. Он обычный гражданин. Дэвид, наверное, ваш самый знаменитый клиент? Да нет, отнюдь. Мистер Кларксон к вам время от времени заходит, не так ли? Соглашаясь на репортаж в неформальной обстановке, пуская телевизионщиков к себе в дом, премьер наверняка думал, что это будет удачный предвыборный пиар-ход на второй круг премьерства. Но неподкупный журналист подгадал момент, когда чиновник расслабился и задал неудобный вопрос. Пойдете на третий срок? Нет, не думаю, нет. Я отработаю полный второй срок, а другие мои коллеги сходили с ума от этой работы. Я нет. Думаю, сейчас я сделал ее только наполовину. Действующий глава правительства мог бы сказать что угодно, мог бы отвертеться, но нет. Его нет стало сенсацией. А еще больше слова о возможных преемниках. Министр МВД Тереза Мэй, министр финансов Джордж Осборн, мэр Лондона Борис Джонсон. Всегда наступает момент для партии, когда нужна свежая пара глаз, свежие лидеры. Понимаю, что внимание к ним теперь будет повышенное. Самое парадоксальное в этой истории, то что отказываясь от третьего срока, Дэвид Кэмерон еще и второго не заслужил. Выборы на носу. Консерваторы борются за право получить большинство, не вступая в коалиции с другими партиями. И подобные информационные бомбы добавляют внимания. Намеренно или нет, сегодня Дэвид Кэмерон на первых страницах всех местных газет, которые раньше называли предвыборную гонку, одной из самых скучных в истории. Может быть, главный консерватор Великобритании не хочет узурпировать власть, но провести еще пять лет на Даунинг-стриме точно не против. Оксана Кандеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Подробности ЮЭТа, наш сайт, где информация обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера и до встречи.